Приветствую всех любителей вышивки! С вами Оксана Дереза. И сегодня у меня отчет по сюжету, как вы уже поняли, от фирмы Золотого Руно. Это вот такой замечательный сюжет Мадонна Альда Брандини. Честно говоря, хотела довышивать немного больше вам показать, но уже нет терпения, хочется поделиться с вами своими продвижениями, своими впечатлениями. Значит, показываю, как у меня все хранится, все в папочке, ключ вот отдельно, листы. Здесь же в этой папочке схема, здесь же превью. И вот таким образом я работаю со схемой. Вот я ее уже склеила, потому что перешла на второй лист. У меня сначала хотела показывать вам по отдельному листу отчет. Думаю, вышлю лист, покажу отчет, но не было у меня терпения. В том плане, что ждать, когда я туда вышиваю. Вот здесь немножко надо было довышивать, у меня и был бы лист закончен, можно было бы показать. Но я испугалась того, что у меня будет, знаете, как такие полосы соединяющие. То есть вот на стыке листов, на вышивке пока будут такие линии. Я не решилась, перешла, поэтому на второй лист сюда. И вот здесь вот уже начала вышивать, как видите. Вот, но коричневый меня утомил. Здесь очень много коричневого у меня утомил. Сейчас я покажу вам на вышивке. С нитками ничего не делаю. Видите, мне здесь даже настолько легок в процессе сюжет, что вот у меня даже нет дополнительного органайзера. Я вот пользуюсь просто вот этой вот стопочкой ниток, вытягиваю отсюда ниточки, зашиваю ее полностью и потом перехожу к другому символу. Практически вот так всегда. И, как я уже говорила, стараюсь разными, разные дни, разными цветами выделять. Где-то, видите, совсем мало получается повышивать. Где-то как пойдешь, пойдешь, как начнешь, начнешь, остановиться не можешь, как видите, да. То есть повидно по схеме, видно, где я много вышивала, где немножко. То есть вот так. Ну, давайте покажу. Ну, заранее извиняюсь за вид канвы, потому что вышиваю на пяльцах. Вот. И размечала маркером, нет возможности ее гладить. Но я надеюсь, вы меня поймете и простите. Я вот даже, наверное, спярусь, не буду ее вот так вытаскивать. Потому что здесь и так хорошо видно, что из себя представляет уже работа. Вот. То есть сначала я хотела оставить полностью и ножку младенца не вышивать. Но сейчас уже склоняюсь к тому, что вот все-таки, когда Иоанна Крестителя начала вышивать, то здесь все сразу я тело тоже вышиваю, значит, я здесь полностью зашью и буду идти уже вверх. Вот такая она будет в ширину работа. Это шествия на крестителя, да? Или как он посох называется? Вот эта тумба, на которой сидит Мадонна. Значит, ниточки Мадейра склонны немножко скручиваться и завязываться в узелки наизнанке. Поэтому я использую в работе вот такой кондиционер. И ниточка сразу по-другому себя ведет, более послушная. Здесь я вышивала и в два прокола. Сейчас я поближе буду показывать, наверное, свои неидеальные крестики. Особо нервных просим удалиться от экрана или не поднимать голову от вышивки. Значит, пытаюсь вам показать поближе свои крестики, как они выглядят. То есть, вот здесь где-то вышивала в два прокола, где-то вышивала вот как обычно, вот уже на пяльцах. И уже когда у меня совсем накололо себе было пальцы, вот стала прикреплять держатель для пялец и двумя руками вышивать. То есть, вот здесь уже у меня пошла часть вот эта вот тут повыше. Не вся. Здесь еще нет. К сожалению, здесь еще ниточка тоже так крутилась вообще. Цвет от цвета зависит вообще. Вот здесь вот накрутилась сильно. А вот здесь хорошо легла уже. Вот она здесь обработанная кондиционером. Что сразу не додумалась, не знаю, честно вам скажу. Забыла совсем про этот кондиционер. Совсем другое дело, совсем по-другому ложится. Вот. Ну, вот так выглядит это все. И вот коричневый, честно говоря, меня здесь просто достал уже. Как вот здесь у меня шлетела работа. Вы видите сами, да, что вот когда шли цвета другие. Вот. Надо было на синем остановиться и дальше вышивать. А я вот, мне захотелось перейти, мне захотелось вот убрать. Вот здесь вот я испугалась, что будет у меня полоса. Мне захотелось ее убрать. И быть уверенной, что посмотреть, как это будет. Будет, не будет полоса. Вот видите. И поэтому я и перешла сразу на правую сторону, на второй лист. И начала его вышивать. И так он меня здесь притомил, что чувствую, что надо будет переключиться временно пока что на что-то другое. И потом уже начать вышивать дальше. Вот. Видите? По сюжету. Вот здесь нога тоже у Анны Крестителя. Ну, сейчас я вот с этим участком справлюсь. Сложным для меня, во всяком случае. Да, вот и вот вышивается вот эта вот шкура его. А дальше для меня пойдет лучше и быстрее и интереснее. Вот. Ну, вот на этом, наверное, мой коротенький отчет я заканчиваю. То есть, как нравится, как получается, мне нравится, сам процесс мне нравится. Все довольно быстро вышивается, легко вышивается. Это, вот не знаю, как другие сюжеты от фирмы Золотой Руно, но эта вышивка легкая. Она схема настолько проработана классно. Просто сплошное удовольствие вышивать. Никаких вам одиночек. Никаких вам там вот этих вот пестрых участков. Все идет большими блоками, очень здорово. Так что, сплошное удовольствие вышивки. Очень мне нравится этот сюжет. Не знаю, как я буду там, что выбирать буду с Моно Лизы. Во всяком случае, вы знаете, кроме Голден Кайт, мне именно у Золотого Руно нравится разработка Моно Лизы. Больше ни у кого. Вот. Если, допустим, Мадонну Лито я выбираю, между двумя производителями еще, пока еще выбираю. И Мадонну с виноградом тоже самое, пока еще выбираю. То Мадонна в кресле однозначно будет у меня от фирмы Золотой Руно. Я буду заказывать. Я знаю, что уже снят с производства этот набор. Но я буду заказывать на сайте. И сделаю себе такой подарок. Потому что очень красивый сюжет. Прекрасная разработка. Мне очень-очень нравится. Мне вообще нравится музейная коллекция. Вот эта вот серия у фирмы Золотой Руно. Как это все делается. Да, я из тех вышиващиц, которые картины любят вышивать. Любят вышивать живопись. Так что... Вот. Кому нравится, так же, как вот и мне, вот это все. То есть, пожалуйста, тоже. Я очень рекомендую. Мне все нравится. Мне и канва нравится. И нитки, в принципе, нравятся тоже. Я знаю, что могу таскать эту работу где угодно. Я могу вот носить с собой, вот в поездки брать. Все. Я знаю, что я постираю, у меня никаких проблем не будет вообще. Нигде ничего не... Там с Ленькой, еще с чем-то там. Она не требует бережного такого суперского отношения. Там, чтобы, не дай бог, там не дышать на нее ничего. Вот. Она легко вышивается. Ее можно вышивать на руках, на пяльцах, на станке. Ну, как вы хотите, как вам угодно. Мне очень нравится. Я не знаю, я рекомендую. Я вообще не понимаю, за что ругают эту фирму. Там девчонки говорят, там какой-то прогонистый результат. Я не вижу. Вы знаете, прогон, прогон. Это когда вот эти вот 40 цветов в токрестиках. Вот это, да. А здесь ты вышиваешь огромными участками одним цветом. И тем не менее, получается вот такая красота. Так что, не знаю. Пиксельности я тоже здесь не вижу никакой. По-моему, замечательный результат. Вообще супер. И у нас на превью фотография вышивки, что особенно радует. То есть, даже не скрин-схема, а фотография вышивки. То есть, вот так вот будет выглядеть моя работа. Это меня очень-очень радует. Вот вы даже смотрите. Вот, может быть, полиграфия не слишком хорошо передаёт. Вот здесь вот более сочные. Сейчас у меня цвета кажутся. Ну, я уверена, что у меня вот оформленная она будет выглядеть точно так же. В общем, на этом у меня всё. Впечатление с вами поделилось. Вышивать, по всей видимости, я буду её долго. Потому что большая работа, большая работа, объёмная, как видите. Но мне всё очень нравится. И цвета, и большие участки, и всё-всё-всё. Ну, я уже об этом говорила. Вообще, мне очень интересно, напишите, как вот ваше отношение к наборам фирмы Золотой Руно. За что любите вы вот наборы Золотой Руно? Мне вот тоже интересно. Мне вот единомышленников своих тоже интересно послушать. Те, кто там говорит, что не нравится, я уже поняла, да, что не нравится. А вот какие сюжеты вам больше всего нравятся вышивать у фирмы Золотой Руно? Потому что мне вот ещё букеты очень нравятся у этого производителя. Какие красивые есть. Вот эта живопись, букеты. Сейчас пошла вот эта музейная коллекция русская серия. Вот Аленушка, Иван Царевич, Требокатыря. Великолепнейшие сюжеты. Просто превосходные. Ну, даже вот, как там, привал на охоте, по-моему, так называется. Ну, очень много, очень много. Ну, я вот больше, мне очень нравится именно музейная коллекция. Ну, всё. Всё, я надеюсь, вы полюбовались. Ещё раз, извините за мятать конвей. Ну, вот, работу я просто везде с собой ношу. И вышиваю её везде, где я и на дачу, и на работу везде её с собой ношу. Вышиваю. Не могу оторваться, потому что всё нравится. Ну, на этом у меня точно теперь всё. Желаю вам получать максимум удовольствия от вышивки. С вами была Оксанда Ряза. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok